Хорошую тенденцию отмечают сельские жители. Клубы и дома культуры вновь становятся центрами активной творческой жизни. Во многом благодаря молодым специалистам, решившим, что деревня, село не должны быть в стороне от интересных событий. Ефрем Косинский дом культуры в Валиковском районе не пустует ни днем, ни вечером. Он стал местом притяжения для взрослых и детей. Заведует им Наталья Яковлева. Дом культуры стал для нее тем самым местом, где она вместе с односельчанами реализует все свои творческие идеи. Говорят, что из деревни уезжают люди. Это не так. Очень весело у нас в Доме культуры. Здесь есть и дети, и взрослые коллективы, и пожилые люди также приходят к нам. Вечерами мы играем в теннис, шашки, шахматы. С детьми по субботу мы играем в игру «Мафия». Они очень любят эту интеллектуальную игру. Каждый месяц мы стараемся делать концерты. Наполнить дом культуры музыкой и танцами непросто. Без дружной команды здесь не обойтись. Коллеги всегда поддерживают Наталью в ее начинаниях. В район в последнее время начали приходить молодые. Наша Наталья Андреевна, она молодая, она мама троих детей. Несмотря на то, что она хорошая хозяйка, не только себя проявляет в работе, в культуре, но и они в прошлом году приняли участие с семьей в республиканском конкурсе «Семья года». Всегда поддерживает нас, дает и советы, как нам работать, как нам трудиться на сцене. За это мы ее очень любим и уважаем. Дому культуры уже 70 лет. Программа инициативного бюджетирования помогла превратить старое здание в современный досуговый центр. Здесь есть и библиотека, которая пользуется большой популярностью у жителей. В уголке истории собраны старинные предметы быта, с помощью которых можно понять, как жили люди в этих местах в прошлом. Есть и современные страницы летописи района. Это все мы делаем для народа. Не зря говорят, если в деревне не слышны детский шум, в клубе шум гармошки, а в поле шум трактора, то жизнь, можно сказать, останавливается. Мы хотим, чтобы вот эти все условия не соблюдались. В ближайших планах Натальи возобновить в клубе дискотеки и концерты. Работники Дома культуры уверены, если все делать с душой, то результат не заставит себя ждать.